Здравствуйте! На государственном телеканале Западной Армении очередной выпуск новостей сегодня в эфире. Конференция столетия премьерия в Первой мировой войне. Президент Арцаха Бакос Акиан в Москве провел встречи с арненскими предпринимателями и благотворителями. Завтра в Астане стартует саммит по Сирии. В некоторых районах Тибринакерта объявлен комендантский час. В селе Карака разрушаются алилийские святыни. Женщины Версиме борются за свои права. В Западной Армении наступила зима. Столетие перемирия. В память армянам-добровольцам Восточного легиона, которые пали в поле битвы. Ассоциация французских ветеранов и партизан армянской национальности и Национальный совет Западной Армении организовали конференцию. Столетие перемирия в Первой мировой войне. Докладчик Арменак Абрамян. Президент Национального совета Западной Армении. Президент Республики Арцах Нагорно-Карабахской республики Балко Саакян с 24 по 26 ноября в Москве провел встречи с армянскими предпринимателями и благотворителями, проживающими в России. Об этом сообщает пресс-служба президента НКР. Были обсуждены вопросы, касающиеся осуществления в Арцахе разных программ. Президент Саакян с удовлетворением отметил, что соотечественники из России принимают активное участие в деле развития и обустройства Арцаха, выразив надежду, что высокая динамика сотрудничества будет сохранена и впредь. Сирия. Демистура примет участие в переговорах по сирийскому урегулированию в Астане Федеральное агентство новостей Степан Яцко, Астана, 27 ноября. Спецпосланник генерального секретаря ООН по Сирии Стефан Демистура будет участвовать в переговорах по урегулированию сирийского конфликта в Астане, сообщил глава Департамента Азии и Африки МИД Казахстана Айдар Бек Туматов. На запланированные встречи в качестве наблюдателей примет участие делегация ООН по руководствам спецпосланника генерального секретаря ООН по Сирии Стефана Демистуры, отметил Туматов. По словам дипломата, участником переговоров по сирии в Астане также станет делегация Иордании. Напомним, переговоры по урегулированию ситуации в Сирии запланированы на 28-29 ноября. В Тигранакерте турецкие вооруженные силы проводят боевые действия против курских группировок, которую Анкара считает террористами. Действия проводятся в Лидже, охватывающем четыре деревни. В некоторых районах Тигранакерта действует комендантский час. Власти распространили заявление о том, что военные операции против боевиков РПК, действующие в горных и лесных районах Лиджейского региона, осуществляются для нейтрализации и уничтожения военных баз, используемых ими. В рамках объявленного комендантского часа, исходя из соображения безопасности, население было призвано не выходить на улицу. Возобновление строительства каракайской ГЭС в селе Токак нанесет большой ущерб природе и мавзолею Дессана Дервиша. В результате усилий местных жителей строительство гидроэлектростанции было временно приостановлено. И различные представители, приехавшие сюда, дали множество обещаний. Прекратить свою работу, но, используя соответствующий момент, они снова возобновили работу. Вопрос пока остается нерешенным. 25 декабря женский союз Дерсима выступил с заявлением в Международный день борьбы против насилия в отношении женщин. Тупа Апайдин, член союза, отметил, что женщины подвергаются насилию, сексуальным домогательством в разных уголках мира. Даже если наши права будут нарушены, мы не остановимся и будем бороться за равенство. Повсеместно нарушаются также права женщин в работе, отметил он. По словам Тупы Апайдина, они осуждают все случаи насилия и преследования нарушений прав человека. В Западной Армении уже зима. Снег в некоторых деревнях достигает до 20 сантиметров. Жители отмечают, что в этом году зима наступила чуть раньше, чем ожидалось. В этом году первый снег выпал на 45 дней раньше, что вызвало ряд трудностей, говорят жители. Они также говорят, что у них нет проблем с древесиной и топливом. И сельские работы продолжаются. Но временами при сильных снегопадах закрываются дороги. На сегодня у нас все. Далее мы представим вашему вниманию ансамбль Шуракова. Продолжение следует... Продолжение следует... Полная версия видео представлена на официальном сайте телеканала Западной Армении. Оставайтесь с миром!